Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Только о хорошем. Большой предновогодний марафон. 12.16 в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Филиппов. И сегодня у нас, напомню, радиомарафон только о хорошем. Я с удовольствием приведу, что ты в нашей студии Сергея Плохотина, заместителя главы Екатеринбурга. Сергей Игоревич, добрый день. Чуть попрошу к микрофону. Добрый день, друзья. Вас с наступающим Новым годом, во-первых. И вас. И нас. И всех слушателей радио Комсомольская правда. Поговорим мы сегодня об энциклопедии Екатеринбурга. Что это такое вообще? Как пришла идея создать эту книгу? Энциклопедия Екатеринбурга – это грандиозный проект, на самом деле, которым может гордиться каждый екатеринбуржец. Потому что это такой труд, которого в других-то городах, по большому счету, и нет. Это наш уникальный продукт. И могу напомнить, что в 2000 году первая энциклопедия Екатеринбурга была сделана, выпущена. Это был однотомник. Ну, скажу честно, он был сделан еще по таким немножко советским лекалам. Большая советская энциклопедия, вспоминается, да? Да, что-то такое, да. То есть на тот момент еще особого переосмысления и особого нового подхода к изданию не было. В данный момент энциклопедия выпущена. Это два тома. Это более 2500 статей. Авторский коллектив порядка 200 ученых в самых разных сферах. То есть по всем сферам это выверенные научные материалы, которые действительно являются фактами. Это подтвержденные наукой факты о нашем с вами любимом городе. Именно в этом ценность. Сняли с языка вопрос про Википедию, да? Ведь, казалось бы, можно зайти в интернет, найти сейчас любую информацию и вот тебе, пожалуйста. Да, ну вот у меня у самого достаточно скептическое отношение к Википедии. Я неоднократно сталкивался с тем, что чуть ли не 50% текста о ком-либо или о чем-либо, там оно в действительности мало соответствует. Неаккуратные, то есть, да? Да, они достаточно неаккуратные. Поэтому это вот действительно научный труд, и мы можем прочитать о любом заслуживающем уважения гражданине, заслуживающем упоминания в этой энциклопедии гражданине, организации, объекте. То есть она действительно, это энциклопедия в полном смысле этого слова. Где почитать? Смотрите, мы выпустили тираж, там, по-моему, полторы тысячи штук, но он разошелся по библиотекам, он разошелся по школам. Ну, то есть та необходимая аудитория, которая в этой книжке, у этого издания обязательно должна быть. Но, и в этом, так сказать, сама суть этой ситуации, мы сделали электронную версию, электронную версию. И если в энциклопедии бумажной две с половиной тысячи статей, то в электронной уже три тысячи статей. Поэтому, если вы захотите, то зайдите на сайт энциклопедия.екатеринбург.рф. То есть это официальный сайт нашего города? Часть его? Да, это часть, да, часть официального сайта. И вы можете ознакомиться и узнать что-то, безусловно, новое о нашем городе. Поэтому всех прошу заходить, читать, узнавать. Как отбирались статьи, как отбирались факты, события, которые необходимо осветить? Потому что город с трехсотлетней историей, попробуй и отбери. Ну, во-первых, редакционный совет. Главный редактор Виктор Маслаков и ведущие ученые, ученые-историки. Это прежде всего ученые Уральского федерального университета и Института археологии, истории и археологии. Настоящий, ну, такой титан этого проекта – это Константин Бугров, наш известный историк, доктор наук. Это человек, который, ну, на своих плечах вынес всю тяжесть работы над этой энциклопедией. А это, я вам могу сказать, три года работы. Три года работы, более двухсот авторов. Ну, и, соответственно, все это надо выверить, отсмотреть, написать, систематизировать, договориться. Но это колоссальный труд. Колоссальный труд. Часто бывает так, что энциклопедический текст сухой очень. Ну, и вы понимаете, это его, наверное, и минус, но и плюс тоже, потому что он лишен какой-то окраски авторской возможности с энциклопедией Екатеринбурга. Да, безусловно, от формата энциклопедии мы все-таки не отходили. В большей части это чистая фактология. Чистая фактология. Чистая фактология. Хорошо. И я еще позволю себе сказать, в чем, опять же, прелесть того, что мы сделали именно электронную версию. Она будет уже навсегда. Она будет развиваться. Экспертный совет будет раз или два раза в год отсматривать поступающие заявки. Соответственно, договариваться с авторами на написание статей о каких-то новых выдающихся гражданах или объектах, или событиях. То есть, это уже то, что будет с нами, и то, что будет развиваться. И, я думаю, любой из екатеринбуржцев и жителей, которые могут на русском языке читать, они, соответственно, про Екатеринбург могут почитать и будут читать. И дальше. Будут ли переводиться на другие языки? Ну, я бы очень хотел. Такие планы. Хорошо. Такой вопрос тогда. Смотрите, есть ли какая-то уже обратная связь от читателей? Знаете, ведь у нас есть новейшая с вами история, начиная с 80, а может быть и пораньше немножко. И есть немало участников этой самой истории города, еще вполне себе живых, здравствующих, которые вам, знаете, почитают энциклопедию и скажут, что было не совсем так. Вот как сейчас помню, было не так. Что делать в такой ситуации? Безусловно, есть. И, безусловно... Хотя, Сергей Игоревич, может быть, это и не так, может, они тоже не правы, но они запомнили именно в таком ключе. Нет. Конечно, дыма без огня не бывает, мы это знаем. И в таком колоссальном труде, я еще раз повторяю, две с половиной тысячи статей бумажной версии. Ну, конечно, есть там какие-то, может быть, шероховатости, редакционные, стилистические неточности, да. Но, еще раз повторяю, это количество вот этих вот ошибок, неточностей, оно совершенно минимально. В целом это... Титанический труд. Титанический труд, да, который вот благодаря нашим ученым был завершен и будет продолжен, потому что, пожалуйста, на самом деле на сайте энциклопедии есть раздел «Обратная связь». И любой желающий может высказать свое предложение о том, кого можно включать или о каком событии нужно написать или упомянуть в этой энциклопедии. И ученый совет рассмотрит, оценит, потому что все равно есть определенные критерии. И, соответственно, статья об этом человеке или явление, если оно достойно, появится. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что очень много фактов, статей и так далее. И мы вроде бы давно живем в нашем городе, кто-то коренной екатеринбуржец, кто-то нет, но, тем не менее, давно любим наш город и так далее. Для вас лично, что было удивительным открытием? Было такое что-нибудь? Ну, честно говоря, я входил в редакционный совет, поэтому я в том числе и работал над энциклопедией, поэтому каких-то сверхоткрытий не было. Но я с огромным удовольствием, опять же, возвращаясь к своему любимому шигирскому шигиру из Екатеринбурга, возвращаясь к нему, я для себя открыл несколько фигур, исторических фигур, жителей нашего города, которые, ну, внесли огромный вклад, а это были подвижники, это не были, так сказать, записные ученые, это были именно подвижники, которые входили в Уральское общество любителей сестознания, и которые, ну, действительно, внесли очень серьезный вклад в популяризацию шигира. Круто. Вот для меня это было, да, приятной такой историей. Итак, все заходим на сайт энциклопедия.екатеринбург.рф, да? Да. Приобщаемся. Да. Все в поиске ищется, все находится там. Поиск есть. По историческим периодам все. Ну, там и это есть, но там поиск прямой, набираете интересующее вас слово, и все. И все находится. Ну, должно находиться, если есть в энциклопедии. А если нет, и вы считаете, что... Что должно быть. Что должно быть, то вы, соответственно, по обратной связи можете обращаться. Отлично. Слушайте, ну, прямо спасибо огромное. Я считаю, что можно залипнуть. Ну, я надеюсь, что можно, да, да. Отлично. Да, надеюсь, что можно. Сергей Плохотин с нами сегодня, заместитель главы Екатеринбурга. Говорили мы сегодня об энциклопедии нашего города. Не переключайтесь, друзья. Только о хорошем. Большой предновогодний марафон. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.